Заместитель председателя законодательного собрания Края Виктор Чернявский провёл встречу с представителями СМИ и молодыми депутатами Славинского района. Тему продолжат мои коллеги. Своё выступление Виктор Чернявский начал с послания президента России Владимира Путина. Он отметил, что именно оно стало ответом на вызовы времени, в которых оказалась Россия из-за неблагоприятной экономической ситуации. Президент заявил, что единственной альтернативой для благополучия России является опора на внутренние резервы и возможность для количественного и качественного роста экономики. В своём послании президент обозначил чёткую систему приоритетов развития нашей страны и охарактеризовал направления, которые стоят перед нами в деятельности, в следующем порядке, что ли, или вот так их обозначил. Первый – это общеполитические вопросы, роль России в мировом сообществе. Второй блок вопроса – это повышение эффективности российской экономики. Третий – развитие социальной сферы. Четвёртый блок – послание направленное на обеспечение национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Наш президент подчеркнул, что при любой ситуации единственной альтернативой для благополучия России является опора, в первую очередь, на наши внутренние резервы и возможности для количественного и качественного роста экономики. Для этого у страны есть ресурсы, определённый задел в экономике, опыт преодоления кризисных явлений. Нужно сказать, что, несмотря на негативные факторы, в России в прошлом году достигнуты позитивной эффективной экономики и повышения уровня жизни людей. На встрече Виктор Чернявский подчеркнул, что сейчас экономическая и политическая ситуация в стране требует более активного участия во всех процессах и власти, и каждого жителя. Впереди сложное время, говорит депутат. Но и в этих условиях все имеющиеся ресурсы нужно направить на улучшение качества жизни населения. Сегодня каждый должен задуматься над тем, какой он вклад носит в обеспечение, в первую очередь, своей безопасности. На совещании выступал фермер, который сказал, что он производит картофель. И цена картофеля, он споря его продаёт перекупщикам, составляла в прошлом году 8 рублей. Сколько стоит картофель сегодня в сети, осенью или сегодня, вы примерно знаете. Поэтому здесь пища для размышлений и для нас с вами, потому что многие из нас забыли, что такое у нас дача, и когда вы в последний раз там выходили, да, чтобы со своей грядки свежую картошку покушать. И задача для власти, потому что сегодня нужно разрывать эту цепочку, когда производитель получает меньше, чем те, что являются промежуточными изменениями на пути к прилавку, на пути к стану. Антикризисный план на Кубани был утверждён 11 февраля губернатором края Александром Ткачёвым. Он состоит из 86 пунктов и будет корректироваться с учётом текущей экономической ситуации. Каждая строчка из этого плана, подчеркнул Виктор Чернявский, это конкретное действие. Он отметил первоочередные задачи активизации экономического роста, импортозамещения, поддержка малого и среднего бизнеса, меры поддержки по отдельным отраслям, обеспечение социальной стабильности. Одним из приоритетов плана стала поддержка малого бизнеса. Причём, учитывая специфику края, в центре внимания будет находиться малая предпринимация в сфере АПК. Так, на усиление мер государственной поддержки, оказываясь субъектом малого и среднего предпринимательства, предусматривается более 700 миллионов рублей. Будет проводиться также работа по поиску альтернативных торговых сетей для новой торговой площадки, ярко-выходования интернет-магазинов и т.д. Завершая встречу, Виктор Васильевич отметил, послание президента страны – это курс национального развития и программа конкретных действий. Поставлены серьёзные масштабные задачи. И только совместной работой всех уровней власти и оперативным решением возникающих проблем можно не допустить снижения качества жизни граждан.